Вирусный гепатит – это воспаление печени, возбудители вирусы А, Б, С, Д и Е, пути заражения парентеральной через кровь и другие жидкости организма и энтеральной через пищу и воду. Наибольшую опасность из-за возможных тяжелых последствий представляют гепатиты Б, С и Д. Коварство болезни – скрытый характер течения. Первичная встреча с вирусом может, к сожалению, протекать бессимптомно. И чаще всего это характерно для вирусного гепатита С. То есть произошла встреча у человека с вирусом, он заразился, но он об этом не знает, и он может об этом не знать долго, потому что самочувствие остается хорошим, вирус в организме есть, и первые проявления, первые симптомы могут развиваться спустя десятилетия, а иногда и несколько десятилетий после заражения. Иногда тогда, когда уже поздно и развился цирроз печени. Могут они протекать и в острой форме, то есть первая встреча может заканчиваться с развитием острого гепатита, с развитием желтухи, иногда с развитием очень тяжелых, иногда фульминантных форм, которые тоже могут заканчиваться летально. Установить факт инфицирования можно только при исследовании крови. За первое полугодие 2017-го на Брещене зарегистрировано 462 случая вирусных гепатитов В и С и 9 случаев острого гепатита А. Лечение – процесс длительный, затратный, морально и материально. Но вовремя поставленный диагноз и грамотная терапия помогут прийти, если не к полному выздоровлению, то к повышению уровня жизни. Профилактика имеет четко отработанный алгоритм. С целью профилактики проводится обязательная вакцинация детей, новорожденных в роддоме в первые 12 часов жизни, и детей в возрасте 1,5 месяцев. По эпидемическим показаниям проводится вакцинация работников здравоохранения, имеющих контакт с кровью, и пациентов отдельных категорий. В целом необходимо соблюдать меры личной предосторожности при контактах с кровью, избегать контактов с кровью и другими биологическими жидкостями других людей. Для защиты от гепатитов А и Е следует употреблять воду гарантированного качества, есть только мытые овощи, фрукты и ягоды, и соблюдать меры личной гигиены. Мыть руки перед едой, после посещения туалета, после работы, перед приготовлением пищи. В 2017-м день борьбы с гепатитом пройдет под девизом «Элиминировать гепатит». В настоящее время элиминация, то есть удаление или искоренение болезни – одна из первоочередных задач для медицинского мирового сообщества. Во всем мире существуют программы по лечению вирусных гепатитов, особенно вирусного гепатита С. У нас в Республике Беларусь уже завершается первый этап программы по бесплатному лечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, причем новыми противовирусными препаратами прямого действия. Это не уколы, это просто прием таблеток, причем раз в сутки, очень удобно, в течение в основном где-то трех месяцев. Вирусный гепатит может затронуть каждого, потому в его профилактике предотвращений должен принять участие каждый. Всемирный день борьбы – еще одно напоминание о важном.